Хей! Доброго времени суток! Друзья, добро пожаловать на канал АМФ Филмс. И сегодня мы приготовили для вас очередной пересказ кинофильма «Тебе конец». Нет-нет-нет, это не угроза, это название фильма. «Тебе конец». У микрофона Марк, поехали. Брата, потому что вам надрала задницу какая-то девчонка! Семейная пара, Обри и Пол Дэвидсон, перебирается в загородный дом после выхода на пенсию. Дверь не заперта, Пол уверен, что это рабочие забыли закрыть ее. Вечером, приводя дом в порядок, Обри слышит странный звук сверху. Пол просит жену подождать на улице, а сам отправляется на второй этаж. Криспиан вместе со своей девушкой Эрин едут на знакомство с родителями. Они приезжают именно в этот момент, когда Пол обследует второй этаж. Криспиан поднимается к отцу, напугав его своим присутствием, и мужчина, не закончив осмотр этажа, спускается вниз. На утро к семейству присоединяется старший сын, Дрейк, вместе с супругой Келли. Эрин впервые в доме и пытается чем-то помочь. Обри просит ее сходить к соседу и одолжить молока. Подойдя к дому соседей, Эрин слышит громкую музыку. Дверь ей так никто и не открыл. Вечером в дом снова прибывают гости. Дочь Эми с бойфрендом Тариком и младший сын Феликс с девушкой Зи. Обри счастлива, что все дети приехали их навестить. Во время беззаботной беседы за ужином между Криспианом и Дрейк завязывается спор. Пока вся семья спорит, Тарика что-то привлекает за спинами сидящих. Он подходит к окну. В этот момент ему в голову вонзается стрела. Семейство ударяется в панику. А дом кто-то продолжает обстреливать из арбалета снаружи. Тарик мертв. Дрейк ранен. Эрин не поддается общей панике. Она активно просит всех лечь на пол и вызывает службу спасения. Мобильные телефоны не находят сигнал. Под командованием Эрин все по очереди покидают гостиную, прикрываясь стульями. Эрин вместе с Зи и Келли пытаются помочь Дрейку. Стрела вонзилась ему в спину. Между родственниками завязывается скандал. Лишь Эрин и Пол не поддаются общему хаосу. Эрин уверена, что им нужно оставаться в доме. Но Эми все же собирается добежать до машины, чтобы вызвать помощь. Она не успевает сделать даже пары шагов за дверь. Эми мертва. Обри впадает в дикое отчаяние, осознав, что ее дочь погибла. Эрин поднимается на второй этаж, чтобы убедиться, что все окна и двери закрыты. Она уверена, что наверху безопаснее. Пол уводит убитую горем Одри в спальню. Женщина остается одна. Она оплакивает свою дочь. В это время неизвестный в маске белого волка выбирается из-под кровати и наносит женщине смертельный удар секирой. На ее предсмертный вопль сбегается все семейство. Все, кроме Эрин. Она в это время проверяет окна на кухне. Проходя мимо одного из окон, ее хватает мужчина в маске. Девушке удается освободиться, вонзив в него нож. Раненый преступник убегает. Тем временем семья заходит в комнату к Обри. Мертвая женщина лежит в своей постели. На стене кровавая надпись. Тебе конец. Мужчины выводят из комнаты отца, а Келли остается, чтобы накрыть тело свекрови. Звук из-под кровати привлекает ее внимание. Она наклоняется, чтобы посмотреть на источник звука и видит белую маску. С криками она выбегает из комнаты и бежит на улицу. Дрейк бежит следом за ней, но задевает проволоку стрелой. Он теряет сознание от болевого шока. С криками о помощи Келли убегает в темноту. Один из нападавших тихо следует за ней. Дрейка заносят в дом и пытаются оказать помощь. Зри предполагает, раз Келли удалось пробежать невредимой, значит и им удастся добраться до машины. Криспиан поддерживает эту идею. Он хочет подогнать машину ко входу и просит Эрин проконтролировать, чтобы все уцелевшие быстро погрузились в автомобиль. Келли тем временем добегает до дома соседей. Сквозь стекло она видит мужчину, сидящего к ней спиной. Женщина умоляет о помощи и бьется в двери, но мужчина будто бы не слышит ее. В этот момент в отражении стекла она видит человека в маске позади нее. Он наносит ей удар кулаком, и она влетает в комнату, разбив стекло. Келли ползает по осколкам к сидящему на диване мужчине и видит, что тот мертв. Преследователь наносит ей смертельный удар молотом. Криспиан доходит до машины и видит, что автомобиль выведен из строя. Он возвращается в дом и сообщает семье, что нужно искать помощи на улице. Отец и Феликс отговаривают его, но Криспиан поступает по-своему. Эрин предполагает, что один из преступников все еще находится в доме. Она предлагает вооружиться подручными средствами. В этот момент окно разбивается, и в дом проникает человек в маске животного. Он пытается нанести Эрин удар топором, но девушка уворачивается и наносит ответный удар. Завладев ситуацией, она наносит убийце удар за ударом, не оставляя единого шанса. Тем временем Пол, вооружившись ножом, осматривает второй этаж. В кладовой он видит спальный мешок и остатки еды. Кто-то прятался все это время в этом помещении и следил за семьей. Во всем доме гаснет свет. Феликс и Зи отправляются наверх, чтобы найти отца, а Эрин спускается в подвал к электрощиту. Свет включается. Пол делится своим предположением. Сыном, но неизвестный в маске, нападает на него сзади и перерезает горло. Феликс и Зи равнодушно наблюдают, как отец истекает кровью. Человек в маске подходит к паре. Серьезно? Прямо передо мной надо было? Ты что-то сказал? Перекинувшись парой слов с убийцей, Феликс уходит в ванную. Эрин тем временем исследует подвал. Услышав шаги сверху, она осторожно поднимается по лестнице. Один из убийц входит в гостиную. Увидев труп своего сообщника, он приходит в ярость. Эрин замирает у двери. Убийца выламывает дверь, но его отвлекает пришедший в себя Дрейк. Воспользовавшись замешательством преступника, Эрин вонзает ему в спину отвертку. Она не успевает его добить. Он выбегает на улицу и скрывается в неизвестном направлении. Феликс и Зи, спустившись вниз, находят Эрин и Дрейка. Они говорят, что их отец прилег отдохнуть. Эрин предлагает перейти в подвал. Там есть инструменты, которые помогут им защитить себя. Собрав все необходимое, Зи и Эрин поднимаются наверх. Феликс и Дрейк остаются в подвале. Зи расспрашивает Эрин о ее прошлом, ведь девушка ведет себя очень собранно и смело. Эрин рассказывает, что провела детство в колонии из-за болезни отца. Он обучил ее выживанию в самых различных ситуациях. В подвале Дрейк говорит брату, что собирается пойти на поиски Келли. Но Феликс говорит, что она мертва, и ее тело лежит наверху. Дрейк не верит и начинает кричать на брата, и Феликс вонзает в него острый штырь. Удар за ударом. Дрейк умирает. Эрин готовит ловушки у дверей. Материалов не хватает, и она идет на второй этаж в поисках чего-то полезного. Увидев тело Пола, она склоняется к нему. Неизвестный в маске подходит сзади. Заметив движение за спиной, Эрин разбивает окно и выпрыгивает наружу. При падении, один из осколков вонзается в ногу девушки. Она находит в себе силы и скрывается в лесу. Один из преступников находит ее и стреляет из арбалета. Это оказывается именно тот преступник, которого Эрин вонзила отвертку. Ей удается увернуться, и девушка убегает обратно в дом. Преследователь идет за ней. Ловушка сработала. Преступник наступает на торчащие из досок гвозди и начинает вопить от боли. Феликс и Зи, и еще один преступник, находятся на втором этаже. Феликс отправляется общника проверить, что происходит внизу. Эрин спряталась в ванной. Она слышит, как Феликс отчитывает наемных убийц за то, что они не могут справиться с девчонкой. Один из убийц набрасывается на Феликса, ведь его брата-преступника убила Эрин. Феликс обещает заплатить больше. Ему лишь нужно все закончить и получить наследство. На телефон Эрин приходит сообщение. Служба спасения приняла вызов. Эрин готова к схватке. Неожиданно, выскочив из укрытия, она отталкивает убийцу и бежит прочь из дома. Чтобы обмануть преследователей, она забирается обратно в дом с другой стороны. Феликс, Зи и один из наемников бегут в лес. Раненый убийца все-таки решает проверить дом и заглядывает в разбитое окно. Эрин вонзает в его глаз нож. Преследователь мертв. Девушка собирает по дому инструменты и готовится к встрече с преследователями. Не найдя девушку вблизи дома, Феликс и Зи принимают решение искать ее у дороги, а наемник отправляется обратно в дом. Увидев убийцу, Эрин бежит в подвал. Там она разбивает все лампочки и погружает помещение в темноту. Единственное освещение – сверкающая вспышка фотоаппарата, которую девушка настроила на автоматический режим. Ослепленный мерцающим светом, преступник не заметил Эрин. Она нападает на него и наносит несколько смертельных ударов поленом. Девушка возвращается в гостиную. Через окно с улицы за ней наблюдает Феликс. Он делает выстрел из арбалета. Эрин падает. Феликс и Зи забираются в дом, чтобы убедиться, что последняя жертва мертва. Не обнаружив Эрин в гостиной, Зи идет ее искать. Эрин нападает на девушку. Между ними завязывается драка. На шум прибегает Феликс. В это время она оглушает Зи сковородой, но та продолжает ее удерживать. Феликс вонзает нож в спину Эрин, но девушка не сдается. Она разбивает о голову Феликса блендер и винтами от прибора сверлит его голову. Зи пытается подняться, но Эрин, вырывая нож, который торчал у нее в спине, вонзает ей в голову. Обессилев, Эрин оседает рядом с трупом Феликса. У него звонит телефон. Ответив на звонок, она слышит голос Криспиана и понимает, что он тоже замешан в этой страшной ситуации. Эрин молча выслушала слова Криспиана, но не выдала себя. Войдя в дом, Криспиан видит перед собой окровавленную Эрин с мобильником в одной руке и ножом в другой. Мужчина пытается оправдаться. Он говорит, что по его плану Эрин должна была остаться жива и дать показания, чтобы братья спокойно получили наследство. Но теперь, когда Феликса нет, он один получит все. Криспиан предлагает Эрин разделить с ним его богатство. Дослушав мужчину, Эрин молча вонзает ему нож в шею и добивает его. Звучит выстрел. Раненая Эрин падает. Это офицер полиции, не разобравшись в происходящем, обезвредил девушку. Полицейский вызывает скорую и подкрепление. После этого он осторожно открывает входную дверь. Эрин пытается предупредить его, но не успевает. Поставленная ею ловушка срабатывает. Полицейского убивает ударом подвешенного топора. И как же теперь сложится жизнь жертвы, ставшая палачом? Друзья, как всегда, большое спасибо, что досмотрели до самого конца. Ставьте подписку, лайки, комментарии, а от нас вы получите хорошие фильмы и не очень, и ужасные, и страшные, и мистику, и триллеры, и фантастику, и многое-многое другое. Смотрите хорошие и веселые фильмы вместе с АМФ ФИЛМС. Пока-пока.